Для тех, кто любит жизнь, наполненную адреналином и экстримом, человечество изобрело мотоцикл. Многие с этим транспортным средством не расстаются, другие пересаживаются с автомобиля на своего двухколесного друга, чтобы отвлечься от повседневной суеты и получить заряд положительных эмоций. И те, и другие знают, насколько может быть небезопасна их любовь к такому средству передвижения. Однако некоторые пренебрегают осторожностью. Официальное открытие мотосезона и нацелено на то, чтобы как можно большее количество экстремалов укоротили страсть лихачества. Только за последние сутки на территории Республики Беларусь погибли три мотоциклиста по своей же вине. А в целом на территории Брестской области произошло 10 дорожных аварий с участием мотоциклистов, в результате которых три человека погибли и восемь получили ранения. Вчера в городе Гобрине на пешеходном переходе водитель мотоцикла совершил наезд на двух несовершеннолетних девочек. То есть дети у нас правила соблюдают, а вот, к сожалению, водители мотоциклов не очень. После официального открытия десятки мотоциклистов в сопровождении госавтоинспекции под рев моторов своих железных коней организованной колонной проехались по одной из центральных улиц города Надбуга. Все внимание брещан было приковано к ним. Десятки, а то и сотни байкеров своим уверенным видом как бы заявили о том, что они являются весомой частью дорожного движения. Это у меня даже как-то прозвище, как говорят, кличка Соловей. Я просто крылья распускаю и пошел. Случались какие-то неприятные ситуации на дороге? То-то нет, не случались. Ну, да, с возрастом оно, конечно, уже, как говорят, мозги холодные становятся, и стараешься как-то, ну, порядочнее ездить. По традиции все мотоциклисты направились в Брестскую крепость, где священник благословил их безопасную езду. Несмотря на отчасти дерзкий и самоуверенный вид обладателей рискованного вида транспорта, благословение необходимо каждому из них. У меня было два падения, то есть не по моей вине, а что-то по моей вине. То есть после этого я стараюсь более аккуратно это делать, с головой ездить. Ну, бывает иногда лихачим, но если это позволяет дорога, позволяет обстановка, видимость. Каждый сезон открывается и ездим по Украине, России, Беларусь, там, по слетам. То есть общение с народом, даже не знаю. Где были последние разы, куда собираетесь? Ой, где мы были последний раз? Ой, я даже не знаю, Ужгород, наверное. Тем, кто хоть раз ощутил на себе свободу, подаренную ездой на мотоцикле, уже вряд ли сможет отказаться от нее в дальнейшем. Мотоцикл для многих – это страсть, которую тяжело заменить чем-либо другим. Впрочем, делать этого и не надо, достаточно просто контролировать себя и не отдаваться этой страсти так, чтобы от нее кто-то пострадал.